Как педагогу проверить СОЧ? В расписании находим необходимый СОЧ, он подсвечен голубым цветом. Если это будет СОР, то он будет изумрудного цвета. Нажимаем кнопку «Перейти». Перед нами открывается содержание урока, который мы отправляли. Для того, чтобы проверить работы, переходим во вкладку «Мониторинг». В данном классе у нас всего один ученик и всего одно задание. Если бы заданий было несколько, здесь бы столбиков было больше, и мы бы смогли посмотреть, выполнил ли все задания данный ученик. После того, как мы проверим, здесь появится оценка. Нажимаем кнопку «Проверить». Вот перед нами работа ученика. Это упражнение с несколькими вариантами ответов. Он указал варианты 4, варианты 3. Данная дополнительная информация – это только для педагога. Ученику она не видна. Цели тоже видны только педагогу. Далее. Указано время, отведенное на выполнение данного задания. 5 минут было дано. Ученик выполнил за минуту 17 секунд. Здесь указан максимальный балл. Это 10 баллов. Мы смотрим на время выполнения задания, смотрим на содержание, верно ли ответил он или нет, и указываем здесь оценку. После того, как мы поставили оценку, нажимаем кнопку «Вперед», и мы перейдем на страницу «Итога Сочи». Здесь у нас будет указано название раздела, номер по порядку, проверяемая цель, максимальный балл, балл, который мы поставили ученику. Время выполнения, общее всего Сочи. В данном случае ученик справился со всем Сочи за 2 минуты, но это просто тестово. Обычно мы даем 40 минут, но учитель может регулировать при необходимости время выполнения. Итоги баллов. У нас было всего одно задание. Ученик с ним справился. 10 баллов мы поставили. Комментарии для ученика мы можем здесь написать. К примеру, если ученик не справился, написать, почему он не справился и так далее. Но вы уже со стороны, как педагог, уже сами знаете, что ему написать и какую обратную связь ему дать. Давайте мы напишем обратную связь. Обратите внимание, пока мы не напишем комментарий для ученика, кнопка «Отправить ученику» не загорится. При необходимости мы можем прикрепить файл. Нажимаем кнопку «Отправить ученику». Итоги Сочи отправлены ученику. Он может просмотреть свою оценку. Если мы вернемся на страницу мониторинга, у нас будет все заполнено. То есть задание ученика выполнено. Мы проверили, загорелось зеленым. Оценка проставлена. Если мы хотим заново просмотреть содержание, нажимаем кнопку «Проверено». И перед нами откроется итог данного ссора или Сочи.